Здравствуйте! Вы смотрите программу Вести Енисейской Сибири. Мы расскажем о комплексном инвестиционном проекте, направленном на развитие трех регионов. Красноярского края, Республика Акасия и Тыва. Енисейская Сибирь включает 32 инвестпроекта. Лес, нефть, туризм и многое другое. Почти на 2 триллиона рублей. И сегодня выпуск посвящен лесной отрасли. Сейчас коротко о главном. Полтора миллиарда долларов в качестве инвестиций и зарубежный опыт. В Лисосибирске планируется построить биотехнологический комплекс. Самый крупный в России в Багучанском районе реализует проект по освоению лицов. Там будет все от заготовки сырья до производства целлюлозы. Развитие науки и технологий. Ученые полагают, что проекты Енисейской Сибири могут дать почву в будущем для производства экологичных материалов, которые заменят пластик. И в начале выпуска об основных показателях. В инвестиционном проекте Енисейской Сибири три проекта в сфере лесной промышленности. Строительство комплекса и сопутствующих объектов железнодорожной инфраструктуры в Багучанском районе. Модернизация деревообрабатывающего производства на базе ангара Енисейского экономического района. И строительство биотехнологического комплекса в Лисосибирске. Вместе они могут обеспечить дополнительные поступления в краевой бюджет на сумму больше 5 миллиардов рублей. Для сравнения это как два годовых бюджета Ачинска, третьего по численности населения города Красноярского края. Исторически сложилось, что Сибирь богата лесом. По площади, которую занимают деревья, Красноярский край второй после Якутии в России. В регионе сосредоточены 3% от мировых запасов леса. 50 тысяч человек работают в отрасли. И для многих деревень, поселков и даже городов объекты лесного комплекса являются градообразующими. В прошлом году в Красноярском крае заготовлен рекордный объем древесины – почти 29 миллионов кубометров. Предыдущий сопоставимый максимум был достигнут 20 лет назад. По объемам заготовки край находится на втором месте среди всех регионов, уступая только Иркутской области. И сейчас в регионе создается схема расположения и использования лесных участков, которая позволит в режиме реального времени отслеживать освоение леса Красноярского края. Пока это только одно лесничество, но в будущем система охватит весь Красноярский край. История промышленной заготовки древесины в Сибири сравнительно небольшая. Основной рост произошел во времена Советского Союза. В дореволюционной России лес валили в ограниченных масштабах. В первые годы после Октябрьской революции ощущался острый недостаток топлива. Поэтому до 1922 года преобладала заготовка дровяной древесины. Восстановление и развитие народного хозяйства привели к значительному росту лесозаготовок. И позже основные объемы переходят из европейской части страны. Именно в Сибирь и на Дальний Восток. В 70-х четверть от всего заготовленного леса – это именно богатство Сибири. Полтора миллиарда долларов, а то и больше, планируется вложить в Лисосибирске в строительство биотехнологического комплекса. Термин ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат – уходит в прошлое. Потому что сейчас на первое место выходит экологичность производства. Чем не могли похвастаться предприятия советского времени. Мы разбирали, что это даст самому Лисосибирску. Россия занимает второе место в мире по запасам древесины. И только 13-е по объему выпуска целлюлозно-бумажной продукции. Положительно повлиять на эту статистику сможет строительство биотехнологического комплекса в Лисосибирске, Красноярского края. Опыт перенимают у европейских коллег. Главная цель – высокие показатели экологичности. Так, например, исключается использование хлора для отбеливания целлюлозы. Современные технологии строительства и эксплуатации целлюлозно-бумажных комбинатов таковы, что выбросы, например, воды практически по частоте будут чище, чем та вода, которая поступает на завод. А дурно пахнущие газы, дымы и так далее вообще полностью исключены. Реализацией инвестиционного проекта Енисейской Сибири занимается Сигежа Групп. Объем вложения оценивается в 90 миллиардов рублей. Причем появление биотехнологического комплекса в Лисосибирске позволит дать местным жителям не только дополнительные рабочие места. Оно даст приезд, например, большого количества иностранных специалистов, которые будут консультировать и участвовать в производстве, потому что довольно сложное производство. Приезд большого количества людей даст толчок к развитию малого бизнеса, потому что это гостиницы, это магазины, это такси, это рестораны, это все сопутствующие, это туризм. Речь идет сейчас и о расширении возможностей местной железнодорожной станции. В налоговых отчислениях решаются вопросы о строительстве моста через Енисей в районе поселка Высокогорского. Сейчас проект проходит государственную экспертизу. Срок реализации до 2023 года. Крупнейший проект в области освоения лесов в России будет реализован в Богучанском районе. Комплекс включает в себя все от заготовки сырья до запуска пилетного завода и дальше создания целлюлозного производства. О перспективах развития в репортаже. Отсюда из Богучанского района пиломатериалы отправляются на рынок России а также в Китай, Японию, Бельгию, Италию, Великобританию, Турцию, Ливан, Германию. Местная продукция востребована и объемы производства только наращивают. Инвестиционный проект создания лесопромышленного комплекса на площадке «Краслесинвеста» является крупнейшим в России по инвестициям в области освоения лесов. На сегодняшний день банк проинвестировал больше 30 миллиардов рублей в проект. Мы с вами стоим на фоне нового пилетного завода. Он стал вторым этапом в реализации проекта. Вложили мы в него около миллиарда рублей. Мощность по производству пилет составит 105 тысяч тонн пилет в год. Проект вошел в Кип Енисейская Сибирь, что делает его еще более комплексным. Он нацелен на создание всего цикла переработки древесины от заготовки сырья до выпуска продукции высокого передела. Также предполагается и создание целлюлозного производства. Это позволит не только выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, но и утилизировать низкосортную древесину. Уменьшение отходов, а значит и экологичность – очень важный момент в реализации проекта. Мы с вами находимся в новом цехе по производству топливных гранул. Это совершенно новое, очень интересное, высокотехнологичное производство для компании «Краслесинвест». С запуском этого производства мы выходим на безотходное производство, то есть замкнутый цикл. Мы будем перерабатывать полностью все отходы от лесопильного производства нашего же предприятия. Речь идет не только о вложениях и финансовой отдаче для инвесторов, но и о социальной сфере. Так, например, в общей сложности планируется создать более 2,5 тысяч новых рабочих мест. Также запланировано дальнейшее развитие инфраструктуры Богучанского района, среди прочего и строительство железнодорожной инфраструктуры в виде ветки «Корабула-Ирки». Специалисты полагают, что реализация таких больших проектов подтолкнет к развитию научной и технологической сферы. Так, например, уход от устаревших технологий открывает новые перспективы. Ученые не исключают, что проекты Енисейской Сибири могут дать старт, среди прочего, производству кристаллической наноцеллюлозы в будущем. Кристаллическая наноцеллюлоза в настоящий момент воспринимается или оценивается как материал будущего. Это тот материал, то вещество, из которого будут в будущем состоять наши смартфоны, наша электроника, наша мебель, наши упаковочные материалы. И большая часть нашей жизни – это заменитель, реальный заменитель пластика в настоящий момент и большинство сплавов или композиционных материалов. Напомню, что сейчас Енисейская Сибирь включает три проекта, связанных с лесом. Но их число может вырасти. Вот как комментируют экономические, социальные и прочие перспективы в корпорации развития Енисейской Сибири. Это очень крупные проекты, одни из самых крупных за Уралом в нашей стране. И, естественно, мы понимаем, что они будут создавать значительное количество рабочих мест. Речь может идти о тысячах рабочих мест. Они будут обеспечивать серьезные налоговые поступления в бюджеты разных уровней. И, что немаловажно, будут включать в свои кооперационные цепочки местных производителей, поставщиков товаров, работы, услуг. Мы видим, во-первых, большой интерес со стороны других крупных компаний, федеральных игроков, в первую очередь, в лесопромышленном комплексе, которые смотрят на Красноярский край с точки зрения реализации здесь своих инвестиционных проектов. И когда эти компании интересуются, в первую очередь, ресурсной базой, нашими лесами, и планируют открывать или развивать производство в других регионах, мы, естественно, в первую очередь обозначаем, что очень важно, чтобы они рассматривали создание производства именно на нашей территории, чтобы мы максимизировали здесь эффекты. С другой стороны, мы понимаем, что межрегиональное сотрудничество, оно во многом может принести очень большую пользу для развития не только одного субъекта, но и нескольких субъектов. А Иркутская область, которая направила заявку на включение в кип Енисейской Сибири, безусловно, является также лесопромышленным регионом, и мы видим, что именно в этой территории планируется реализация большое количество инвестиционных проектов в этой сфере. И на этом мы завершаем обзор главных вестей Енисейской Сибири. В студии был Владимир Богомолов. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok